МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас здесь будут заложены основы 2023 года, суть которых в том, что нужно создать мир. По мнению министра иностранных дел, долг правительства в том, чтобы уменьшить негативные последствия войны для граждан Венгрии. Поэтому были введены фиксированные цены на топливо, основные продукты питания и держатся на низком уровне коммунальные расходы. Петер Сиарто в своей лекции в Вашингтоне отметил, что Венгрия всегда выходила из предыдущих кризисов более крепкой, благодаря политическому курсу правительства с 2010 года. На прошлой неделе в Венгрии было зарегистрировано более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Специалисты напоминают о важности вакцинации. Количество вакцинированных в Венгрии составляет 6,4 миллиона человек. Правительство по-прежнему предоставляет возможность всем привиться. В пятницу это можно сделать без предварительной регистрации, а с августа таких дней будет два в неделю. Ликвидирован крупнейший за последние 25 лет склад оружия, заявил заведующий отделом по борьбе с международной преступностью Национального бюро расследований. Золтен Борош отметил, в рамках рейда против международной организованной преступной группы венгерские полицейские провели обыск у гражданина Словакии в селе Райка, близ словацкой границы. Они изъяли десятки стволов огнестрельного оружия, 45 тысяч патронов и 7,5 килограммов взрывчатки стоимостью более полумиллиарда форентов. Вступило в силу предупреждение третьей степени из-за аномальной жары. В ближайшие дни столбик термометра может подскочить до 40 градусов. Пик жары ожидается с четверга. Метеослужба в Венгрии обращает внимание на то, что в такое время в группу особого риска входят дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин